Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семен и Чемоданах. С вами я, Славян. Мы сегодня выдвигаемся с вами в новое путешествие. Это будет новый плейлист, несколько видеороликов. Мы отправляемся в Беларусь. Перед тем, как мы отправимся с вами в новое путешествие, я хочу вам порекомендовать карту Тинькофф Black. Лично у меня таких карт целых две. Я использую карту MasterCard и карту Мир. Этим банком я пользуюсь уже на протяжении нескольких лет. По моей ссылочке в описании вы получите пожизненное бесплатное обслуживание. Помимо этого вы также получаете до 30% кэшбэка у партнеров, до 15% кэшбэка при выборе категории и до 7% на остаток. И хочу заметить, что это не какие-то там бонусы, а это самые настоящие рубли, которые вы сразу же можете потратить на свои новые покупки. Помимо бесплатного обслуживания по моей ссылочке, вы получаете бесплатное пополнение и переводы. Также снятие без комиссий в огромном количестве банкоматов. Ну и, конечно же, лучший мобильный банк в мире это 100%. Помимо всего этого, что я перечислил, также хочу вам после оформления этой карты по моей ссылочке порекомендовать вам открыть инвестор-пилочку. Данный инструмент поможет вам очень незаметно накопить деньги, когда в конце месяца вы открываете, а у вас там кругленькая сумма. Ну, конечно, кругленькая сумма зависит от того, сколько вы тратите. Собственно, оформите и посмотрите, и разберетесь. Очень классный инструмент. Ссылочку я оставляю под этим видеороликом. Переходите, оформляйте, пользуйтесь. Погнали! Несколько дней мы прожили в Смоленске. Замечательный город. Обязательно посмотрите все видеоролики. Получилось три полноценных больших видоса. Гляньте обязательно. Сегодня нам с вами предстоит отправиться в первый город, называется Витебск. Посмотрим, как проходит границу. Посмотрим, что вообще для этого нужно. Посмотрим, как связь. Посмотрим, как страховка. Куча будет всего интересного. Так что ставьте лайки, пишите комментарии и погнали. Я немножко напомню, значит, жили мы у наших друзей в Смоленске. Куча-куча всего посмотрели. Но, как ребята говорят, не все посмотрели. Значит, скорее всего, возможно, заедем на обратном пути снова к ним. Куча-куча скоро разважать. Куча-куча сейчас генеральную уборку сделает. Да. Я отправил. Ненавижу прощаться, да? А мы же не прощаемся. Ну, правильно, да. Все, счастливенько. Спасибо. Ну, все, мы выдвигаемся. Ехать, например, на 2 часа, что-то там с чем-то километров. Но первым делом мы сейчас заедем, сделаем дозаправку воды. Это прям обязательный у нас элемент. Заправил воду, набрал, получается, у нас в баке наверху достаточно воды. Заправил 20 литров и 2 пятилитровки. Сейчас осталось только заправить полный бак и отправляемся в путь. Здесь дизель стоит 51,60. Очень интересно, сколько это дело будет стоить в Беларуси. Но я залью, чтобы там не делать голову уже. Залили полный бак. 81 литр. Все, теперь в путь. Так, ну, собственно, вот, смотрите, ехать 132 километра. 15 с копейками мы приедем, час 46. В принципе, по сути, вообще прямой. Вот, двигаемся, двигаемся. Здесь где-то границ. Самое главное, не забыть купить страховку. Вот мы выезжаем за Смоленск. Здесь такое круговое движение. И нам нужен первый съезд. Вот, Витебск, видите? Витебск направо. Меня, кстати, спрашивали как-то, увеличился ли расход топлива. Все-таки из-за того, что мы поставили бокс на крышу. Вот, смотрите, пожалуйста. Расход 7,7. То есть, средняя вообще наезд 8 литров от 7,7. То есть, он не увеличился вообще. Вот еще развязка. И мы сейчас именно попадаем на Минское шоссе. То есть, мы ехали как по обходу в Смоленское. Сейчас именно на Минское шоссе попадаем и все. И погнали прямо. Отсюда ехать там уже 112 километров полтора часа. Рудня, Минск и Москва. Вот, собственно, если направо повернуть, поедем в Москву. Если будем делать съезд, то, по сути, идет трасса на Минск. А мы будем уходить прямо в Витебске. Нам на самом деле до границы осталось здесь буквально, может быть, 40 километров. Вот, видите, указатель Минск направо. Это есть в сам Минске. Но в Минск мы не поедем. Нам нужен Витебск. Я решил долго не затягивать. Вижу прям первый пункт по зеленой карте. И сразу же здесь решил, что нужно будет приобрести. Это, походу, все в Беларуси едут. Едем дальше, потому что этот пункт, оказывается, почему-то не работал. Вот, буквально, смотрите, несколько метров. Там, я не знаю, метром 200-300. И вот у нас еще один офис. Зеленая карта здесь, кстати, и заправка есть. Вот кому-то надо, можно заправиться. Что-то он весь втроек, походу, тоже не работает. Ладно, едем еще раз дальше. Смотрите, какое жесткое ДТП здесь. Это перевернулось. Фура. Не знаю. Походу, уснул. Будьте внимательны. У нас, кстати, осталась еще вот такая вот страховочка из Абхазии, когда мы ездили. Тоже обязательно покупали, чтобы, как говорится, не нарушать. И не дай бог что. Мы сейчас едем по деревне, которая называется Шаровичи. Здесь родился и вырос человек, который нес знамя победы. Ну, а мы тем временем заезжаем в Рудню. И до сих пор, кстати, нету путок зеленой карты. Мы так и не сделали страховку. Мы подъезжаем в Белоруссию. И знаете, здесь так прикольно. Ведь по дорогам начинают ходить аисты. Их много. И вот мы сейчас едем. Роденчик спрашивает, папа, аисты летают? И в итоге едем. И видим, как он летит прям с нами. Сровнялся. Блин, я просто не успел включить камеру. Надеюсь, у меня получится сделать такой кадр. Ну, это клево. Так, и здесь есть, кстати, магазин запчастей. И сразу зеленая карта австрасторгования. Подключайтесь здесь и сейчас. МТС, Мегафон. О, сейчас, кстати, эту сим-карту тоже узнаем. Так, ребятки, смотрите, я оформил грин-карту. Вот она, она реально зеленого цвета. Минимальный, значит, срок этой страховки 15 дней. Это минимум. Цена, на самом деле, ну, дешево. Сравнил с Абхазией. 570 рублей. Также у них можно застраховаться здесь и на Европу. Но нам это не нужно. И вообще, я не знаю. Ну, это, видимо, те, кто гоняет. Какой-то транзит, наверное, у них есть. Либо там, ну, не знаю вообще. Не буду об этом. Что касается по страховке. Сейчас прикладываю сюда скрин. Посмотрите по ценам. Если вам надо на месяц, на два, на три, там и так далее, и тому подобное. Меньше 15 дней нельзя. Ее не существует. Что касается выплаты, она не знает. То есть здесь, не как, например, в Абхазии. Там максимальная сумма выплаты 120 тысяч. Здесь что-то будет рассчитываться. Это альфа-страхование. И что касается операторов. Смотрите, у нас МТС. Я спросил, здесь висят же сим-карты подключения. Это здесь сим-карты для местных. Ну, то есть кто заезжает из Беларуси, например, они покупают. У нас МТС. У нас он работает в Беларуси. Можно ничего не подключать. Первые 15 минут входящих будет бесплатно. Потом, по-моему, 2 рубля или 4 рубля будет минута входящих. Она сказала, интернет не включайте. Интернет в роуминге будет дорогой. Ну, собственно, это так. Теперь погнали на границу. Вот мы, кстати, едем. И, знаете, хочу сказать, что очень мало машин. Вот прям вот пусто. За нами ни одной машине впереди. Одна машинка. Ну, там, грузовики. Все. И то они на белорусских номерах идут. Пусто. Не знаю. Посмотрим, как в Беларуси на самом деле. Неужели там нет такого туристического, что прям туда прям перли? А, возможно, после наших выпусков поедете? А? Что скажете? Я так понимаю, впереди сейчас видно, да, скопление грузовых машин. Я так думаю, что это и есть как раз пункт, приграничный, граничный, как его правильно обозвать. Но, судя по карте, да, даже по Яндексу смотришь, это пробка. В общем, написал, вот стоим ждем, я написал МТС, спросил, они нам пишут. Благодарю за ожидание для использования интернета, бить за границей, подключить. Стоимость 450 рублей в сутки, представляете? После исчерпания 500 мегабайт скорость снижается до 120 килобит в секунду. Что такое 500 мегабайт? Это просто бред. Все, друзья, заезжаем на границу. Ну и, собственно, все. Вот мы прошли границу. Welcome to Belarus! Вообще просто посмотрели, ребята, паспорта. Представился, посмотрел паспорт и все. Здесь также есть, смотрите, страховки. Сразу же начинаются кафе, магазины и, 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 и. И, по сути, все, сим-карту пока купить негде. Значит, смотрите, с правой стороны есть тоже большая парковка, где можно отдохнуть. А вот у фур, въезжающих в Россию, здесь уже, ну, сами видите, пробка, в принципе, достаточная. 14,52 сейчас температура 23,4, 60 километров нужно ехать. Витебск. 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 Автодор называется. Что, серьезно? И здесь Автодор? Нет. За Польша. Это был населенный пункт за Польша. Я, короче, не понял прикола в том плане, что вот мы прошли, был таможенник, он представился как российская пограничная служба. А где белорусская? У них, получается, что, вообще нету границы, что ли, с нами. Вот в Абхазию даже проходишь, да, ты все равно там тебя как-то осмотрят, осматривают как-то. А здесь вообще ты просто проскочил и все. Как будто бы, я не знаю, как будто на парковку куда-то заехал. Вообще никакого, получается, контроля нету. Не посмотрели, не свидетельствовали идти, вообще ничего. Мы заехали в населенный пункт, называется Резная, либо Лезная, точно не знаю, куда ставится ударение. Такс, 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 нам отсюда выехать 42 километра, то есть, по сути, от границы примерно 45 километров ехать до Витебска. Мы заехали в Витебский район. Вот вроде бы, как бы, Беларусь, то же самое, но все равно все по-другому. Здесь название, да, норово, норово-родцы, что-то такое вот сейчас было. Стрелки, посмотрите, сужение, как обозначено, они прям как перпендикулярно дороги идут. У нас они такие плавные, да, как нарисованы, а там прям это. Обозначение дорог, вот сейчас мы ехали, Р какой-то красным цветом, у нас зеленым цветом. Через такую, типа, и английскую название, Витебский лесхоз. А, вот, кстати, блин, проехал, проехал немножко. Первая остановка, первые шаги, вот так вот. Беларусь, блин, как мы рады, вы себе не представляете. Вот, когда мы заезжаем куда-то вот в новую страну, это вот прям по-другому, это так классно. Классно то, что тебе приходится выключать свой телефон, отрубать сим-карту, делать какую-то новую страховку, думать по-другому. Ну, потому что в любом случае здесь все по-другому, здесь даже деньги по-другому. Но, кстати, мы с собой, что в Абхазию, что вообще в принципе везде, всегда берем карточку от Тинькофф Блэк. Конвертацию этой карты замечательная, что когда мы были в Турции, что когда мы были в Абхазии. Вот, берете, оформляете и прям кайфуете. Причем при всем при этом, когда вы тратите с этой карточки, вы еще и зарабатываете, потому что вам падают классные большие кэшбэки у партнеров. Я ссылочку на эту карту обязательно оставляю в описании. Переходите, оформляйте и помните, что по моей ссылочке вы получите бесплатное пожизненное обслуживание. Таких условий даже нет у меня. Оформляем. И погнали дальше по Беларуси. Ну что, мы заезжаем в Витебск. Посмотрите, стоит стелла вот такая, указатель. Витаю вас, витаю вас. Рады видеть вас, наверное. Витаю вас. И горные клубы здесь есть, представляете? Вот ждем Виктории. Ничего себе. Так, нам сказали, здесь где-то есть Макдональдс. Так, ну смотрите, здесь есть привычная нам заправка «Газпромнефть». Здесь, давайте так, значит, дизель 2.46, 95-й тоже 2.46, 92-й 2.36. Вот. Ой, чуть не проехал. Здесь, с левой стороны тоже есть даже Лукойл, 2.46, но я здесь сейчас прикреплю название, да, точнее, переконвертирую. Ну что мы за люди-то такие, приехали в другую страну и знаете, что мы первым делом делаем? Правильно. Мы идем посещать не какие-то там вкусные точки, а настоящий, настоящий Макдональдс. Да, пацаны? Да. Все, сейчас пойдем подкрепляться, а потом дальше. Конечно, в Беларуси первое, что бросается в глаза, это просто ценники. 5 рублей, 7 рублей, 6. Сейчас посмотрим, я сейчас буду оплачивать картой и посмотрим, как он сконвертит. Так, вот, смотрите. Давай-давай оплатить. 65 рублей 20 копеек получается. О, прикол. Нет, заберу сам. Ну, ага. Успешно. Мы не можем без приключений, пока мы стояли, заказывали, Радюшка у нас засунул пальцы под дверь. Вообще, и прищемил, передавило так прилично причем, но сотрудники Макдака такие внимательные, они сразу прибежали, принесли лед, мне в туалет, я ему пошел, руку под холодную воду, а Настенькие принесли за стол. Здесь, кстати, взяли детям хэппи милы, сто лет уже не брали такие. Вот, здесь прям даже по две игрушки идут, представляете, в наборе. Я прикладываю, значит, чек, вот, паунс и скрин, сколько вышло у нас непосредственно. То есть 65-20 это почти 1600 рублей. Я не знаю, наверное, дохрена. Дороговато. Получается, Макдак здесь дороже, хотя, скажем, чем в России. А вы блогеры, да? Да. А, я ваш канал смотрела. А, Сережа? Да, я смотрю, я вас узнала, жену. Потом, я думала, дети немножко у вас больше. Нет. Так как я смотрела, смотрела, до вас пяти сделать под эти, очень приятно вас было. Да, спасибо. Куда вы путешествуете? Ну, по Белоруссии немножко сейчас прокачивали. По Белоруссии сейчас я смотрела, что вы с родителями были. Не, мы потом в Смоленск к друзьям приехали. Я думала, неужели прям доехали? Да. Ясно. А вы отсюда, да? А мы из Орши, ну да, мы ведь... А, чуть подальше. Да, да, да. Ну, в Орши, наверное, завтра послезавтра поедешь. А, ясно, буду смотреть. Я еще очень. Счастливым даром. Вот так вот бывает, представляете? Даже в Белоруссии, представляете? Блин, как же приятно. Вот такие вот классные у нас зрители. Ладно. Я остановился на том, что я хотел сказать, что дороже, чем в России, а потом вспомнил, что в России у нас Макдональдса нету. У нас здесь вот такое вкусно и точка. Но на самом деле, вот здесь вот вкусно и точка. Родинка, у тебя все хорошо? Классно, классно. Ну, в принципе, все сжимается, все нормально, да? В общем, ладно. Лед, на самом деле, лед прям вовремя парнишка принес. И прям вот, прям идеально было. Перед тем, как мы с вами продолжим, я хочу вам кое-что порекомендовать. Мы очень много путешествуем, смотрим, изучаем какие-то различные места, проверяем маршруты, проверяем какие-то столовые, кафе, рестораны. Где-то ночуем дикарями, где-то заселяемся в какие-то гостевые дома, в гостинице. Так вот, для того, чтобы вам было проще путешествовать по нашему югу, Крыму, Абхазии, мы написали наши авторские гайды. У нас их целых пять. Это гайд по Крыму. Крым мы пропутешествовали и продолжаем путешествовать как дикарями, так и, так сказать, отельно. Там есть локации, рекомендации, куча маршрутов, достопримечательностей, очень много всего. Следующий наш авторский гайд по Большой Анапе. Там тоже куча всего. Есть контакты жилья, маршруты, достопримечательности, туристические и нетуристические. Далее по Большому Геленджику. Там тоже куча информации. Есть тропы, по которым никто не ходит, возвышенности горы, крутые пляжи. Также столовые рекомендации, советы. Следующий наш авторский гайд по Большому Сочи. Это очень большой гайд, состоящий из двух частей, но все-таки Сочи-то большое. Мы разделили этот город на все районы и дали максимальную информацию. Все пропутешествовали, посмотрели, изучили, поэтому смело приобретайте. А для тех, кто захочет отправиться в Абхазию, мы написали авторский гайд по Абхазии. Друзья, ценность этого гайда настолько огромная. Ну, как бы, в любом случае, это другая страна. Там есть также рекомендации, советы, кафе, где действительно можно вкусно покушать, недорого. Ну, а где-то цены как бы ресторанные. Мы все проверили, где покупать шашлыки, где покупать даже памперсы. Тоже это все отметили. Как снимать деньги, где снимать деньги, какие карты собрать и так далее. Ну, подобное, все найдете в этом гайде. Ребятки, наши гайды стоят всего лишь 490 рублей каждый. Приобретайте, путешествуйте с удовольствием по этим местам. Как приобрести, есть ссылочка в описании. Просто нажали, приобрели и погнали в путешествие. Двигаемся мы сейчас по Московскому проспекту. Посмотрите, как здесь сделаны так аккуратно высушены деревья. Здесь в вечернее время все подсвечивается, потому что вот везде гирляндики. Также есть трамвайные здесь пути. Ходят трамваи, что тоже, кстати, здорово. Значит, это большой город. Ну, по крайней мере, у нас символизируется это так, что если есть трамвай, значит город большой. А вот проезжаем Витебский государственный университет. Также на Московском проспекте он находится. Небольшой торговый центр. Здесь есть также, кстати, Детмир, он называется. Лавка какая-то. Ну, а теперь мы сыты и довольны отправляемся гулять по этому прекрасному городу. На самом деле, я как понял по карте, здесь можно прям много гулять по центру. Здесь течет река, здесь много памятников. Поэтому сейчас все посмотрим. Здесь и администрация. Машину специально ставил в теньке, потому что сегодня очень жарко. Примерно, наверное, 26, может даже 28 на солнце. Облачков, к сожалению, нет, поэтому мы плавимся как яичница. Следующее, что бросается в глаза в Беларуси, это посмотреть, какие у них пешеходные переходы. То есть, если у нас эта разметка белая-желтая, то здесь вот просто вот такие вот пунктирные линии. И, собственно, все. Видите? Вот так вот по всему перекрестку. Ну, на самом деле, достаточно неприметно. Я когда первый раз еще что видел, когда ехали, я думаю, что это за разметка. А сейчас вот понял, когда уже пешеходом стал, что это, оказывается, вот так вот они выделяют пешеходный переход. Забавно. А еще что мы ехали? Как ларек называется у них? Табакерка. Табакерочка, ларечка у них вот так вот. Табакерочка. Вот, пожалуйста, огромнейшее здание. Видимо, это какая-то гостика, что ли? Фонтанчики. К фонтанам? А, вот, пойдем. Так, подвиг советского народа бессмертен. Вот такие вот огромнейшие буквы, огромнейшая надпись прямо на этом здании. Правда, не знаю, что за здание. С этой стороны у нас арена плаза, жилой дом. Вообще, вот ехали по московскому проспекту. Вот примерно архитектура центральной улицы, вот она такая. Я даже не знаю, чем ее назвать, как ее, как сказать. Во, ну пойдемте подойдем. Здесь такие ступеньки, кстати, интересные. Вот для колясок нету подъема, но, по крайней мере, они такие достаточно плавненькие. Сразу ознакомимся с картой Витебской области. Витебская область даже, ничего себе. Во как. Огромная, я вам так скажу. В Оршу. Вот, мы хотим еще съездить в Оршу. Вот она, пожалуйста. Так, а здесь генеральный план города Витебска. Так, и мы где-то сейчас находимся... Сейчас попробую сориентироваться. Наверное, мы где-то... Вот, Московский проспект, вот площадь. Вот эта площадь, где-то мы сейчас вот тут вот гуляем. Вот, вот тут. Здесь, получается, видите, такая огромнейшая площадь. Ну, просто площадь. Здесь, как бы, по сути, нету ничего. А вот дальше нам нужно попасть вот на ту сторону. Там уже установлены стелы, памятники. Но, чтобы попасть нам на ту сторону, нам нужно спуститься, значит, в подземный переход. Здесь дорогу не перейти. Сейчас будем смотреть, что же здесь за подземные переходики. В каком они состоянии, да, населки? Можно ли там с коляской? Ну, посмотрим сейчас. Здесь достаточно. А вот, видимо, как называется переход, либо площадь, как переводится, не знаю, площадь перомоги. Вот так вот. А я вот хочу коляску, здесь, кстати, есть для коляски, если что вдруг приедете, вот. Можно как-то спустить. Здесь играет музыка, есть даже указатели. Проспект, площадь. Нам нужно на площадь. Чистенько, аккуратненько, как всегда. Музыкантики. Очень, очень чистый подземный переход. Очень чистый. Здесь даже можно вдохнуть в полную грудь. Вообще. И посмотреть, какие музыканты нас встречают. Двигайся. Нам туда. Пацаны пошли на найти русские деньги. Ныне глаза и не значит о том, что мы или не нас растили так. Молодец. Какие здесь роскошные клумбы. Такие плотные цветы. Подходим к памятнику. Конечно, наверное, много чего олицетворяет. Сразу возле этого памятника есть вот такие фонтаны. Такая вот площадь. Это, собственно, и есть площадь Победы. То, что я показывал на переходе, оно так и переводится. Площадь Победы просто на белорусском. Здесь установлены еще вот такие вот памятники. Видите, кубы стоят. На каждом кубе свой год. Вот, например, 1941, 43, 43, 44, 45. А вот это вот три штыка. Вот такая вот огромная, высоченная стела. Я хочу вам показать вот масштабы вот этих вот трех штыков. Посмотрите, вот Настенька идет. И смотрите, какая высота. Обалдеть. Высоченные, друзья, вообще высоченные. Здесь горит вечный огонь. На той стороне стоят пушки и танки. Собственно, да, Парк Победы. И вот здесь вот, на... Видите, вот с этой стороны героям слава. Буквами так вот написано. Слава героям, героям слава. И вечный огонь. А виды здесь открываются. Обалденно. Обалденно. Правда, только вот одна лавочка стоит, и та занята. И вот она река. И, собственно, набережная вдоль всей реки. Там есть корабли, видимо, здесь проходят какие-то экскурсии. А река это называется Западная Двина. Забыл? Или Двина, правильно. Мы как всегда не знаем, как правильно ставить. Ну да. Пушки такие царские. А двуглавый орел вообще здесь при чем? Какой же вы плавали? Пусть этот. Типа российский там. Или я что-то... Или я что-то не понял. Слава героям войны 1812 года. Представляете? Вот так вот. Вот, собственно, про что я говорил. Дальше пушки, колесо обозрения. Возможно, прокатимся. Но колесо обозрения такое. Не знаю каких годов. Там нет кондиционеров. Кабинки закрыты. Наверное, там будет очень сильно душно. Целая аллея военной техники. И здесь, смотрите, я вот видел, на каждой пушке висят таблички. Закрепили они, ну, собственно, история самой пушки, да? И про ее калибр, про высоту. Правда, кстати, когда вот красили, что-то так покрасили. Блин. Ну вообще, а? А, на этой вот уже нормально. Ну, то есть можно сюда приехать. Кстати, смотрите, вечернее время. Здесь есть такие напольные фонари. Я надеюсь, что они работают. Что все здесь подсвечивается. И, конечно, здесь вечером, значит, своя такая интересная обстановка. Цифровая звезда из Везда.бай. Витебская областная организация. Мемориальный комплекс в честь советских воинов, освободителей, партизан и подпольщиков. Витебщик. Вот. От Цифром 16-го июля, в рамках реализации международного историка патриотического проекта Цифровая звезда. Вот так. Параллельно пушкам и танкам стоят самолеты, вертолеты. Вот. Их четыре штуки здесь. А с той стороны уже, типа, БТР-ы. Вот такая вот техника. Ну и, собственно, вход на колесо обозрения. Колесо обозрения, кстати, стоит 6 рублей. Белорусских это примерно 140 рублей на наше. А кинотеатр 3D 5 рублей ихних денег. То есть это примерно, ну, 120, да, где-то. Вот здесь скульптура такая, дракона стоит. Сейчас пойдем дальше туда вдоль, вдоль. Набережной. Мы купили 4 мороженого. Два кваса вот возле этой карусельки. У вас по 0,5. Все вышло на 13 рублей. Чтобы вы не мучились с переводом, это 270 рублей. Не ел, никому не мешал. Забрал. Папе, давай. Папе, дай. Отдай папе. Папа тоже хочет. Мне. Ты еще маленький такой отушать. Папе, дай. Как это не дам? Вот тебе. Дай папе. Папе, да. Ольга, вцепился вообще не отдает. Ну, конечно. Дай папе. Не забирай. Не забирай, сейчас коляску испачкаться. Родион, да не толкай ему, не надо. Дай папе. Дай папе. На, пап, на. Дай, дай папе. Пап, на. Да папе, нахорожен, а почему ты-то его забрала? Ты же его обманываешь, могу драть, с чего он тебя драть? Ты же его вот так вот ему делаешь? На, папа, ешь. На, папа, куси-куси-куси. А эта скульптура издалека просто показалась, как будто ракушка здесь. Это не ракушка, это памятник десантникам. Ну, вот, собственно, поближе. Как обычно, надпись «Никто, кроме нас». Есть тельняшка, берет. Честно говоря, я первый раз так увижу. Памятник десантуре. Лисов Иван Иванович, Маргелов Василий Филиппович. Маргелов – это как раз основатель десантных войск. Генерал армии, командующий воздушно-десантными войсками, герой Советского Союза, кандидат военных наук. Мы спустились с холма. И здесь, собственно, вот парк аттракционов. Прямо находится у реки, прямо на набережной. Можно идти вот даже, видите, с самого-самого внизу. Здесь такая беседка стоит. Там что-то вешают, видимо, молодожены в ней внутри. Здесь сделали такой заборчик. А вот тот мост классный, через реку. Это напоминает виадук. Сочинский какой-нибудь. Ну, там, конечно, они побольше. Золотое кольцо Витебска. Двина. А, гостиница это или что? Посмотрите, какое красивое здание. Там висят на входе огромнейшие белорусские флаги. Кто в курсе, напишите, что за здание. Я вот по карте смотрю, оно без названия. По-моему, просто дом 10. Здесь гостиница Витебск. Вот так вот она выглядит. Здесь есть цирк, ушки, соборы. И дальше тоже есть, вот видите, виднеется купола, точка, собор. А вот это вот здание с колоннами, это театр, драмтеатр. Вот это деревянное, это получается Александра Невская церковь. Вот это вот Благовещенский храм. И здесь же и воскресная школа. И вот здесь вот установлено, вот это черное вот, это колокольное. Колокольное, сейчас сюда подойдем поближе и посмотрим. Вот православный храм. Ну вот она, колокольное, поближе она, понятное дело, закрыта. Сейчас там ничего не проводится, а вот в храме идет служба. Я вот не знаю, будет ли вам видно, но посмотрите внимательно на вот этот мост. И вот в конце-в начале моста вот эти столбы красные, их прям в Петербурге такие же. Возле храма установлен памятник. Князь Александр Невский. У него сынишка, его жена. Здесь написано все по-белорусски. Попробую прочитать, давайте. Князь Александр Невский с женкой, вицевский княжной Александрой и сыном Василем. Вот, надеюсь, у меня получилось прочитать максимально не коряво. Белорусы, оценивайте мой акцент. Здесь находится сквер Пушкина. Впереди у нас еще один собор, а слева это как раз вот драматический театр. А за театром течет река и набережная. Вот, собственно, где мы изначально шли. Вот, собственно, стоит памятник Пушкину. Там же лавочки. А вот здесь вот мост через реку к этому собору. Посмотрите, какая идет потрясающая лестница. Очень и очень красивая львы. И это, между прочим, называется Пушкинский мост. Вот, я вот здесь вот прочитал. Лев держит такую табличку, у него тут написано Пушкинский мост. Здесь также есть искусственная дамба. Вот она речка. Не знаю, что за речка, правда. А вон там вот искусственная дамба. Пойдемте на ту сторону, там красиво смотрится. И здесь как бы типа водопадик, маленький водопадик. Вот он искусственно создан. Там стоят рыбаки, рыбачат. Лавки монастырские. Ну, вот, собственно, вот такой вот храм. Здесь мы еще присмотрели вот эту вот парковочку. Вот, и вот эта вот парковочка. Я думаю, что здесь можно как раз и заночевать возле вот этого вот собора прекрасного проснуться от колоколов. Здесь можно подняться вот по этой лесенке, но учитывая, что нет никакого спуска, значит, точнее, в специальных рельсах для коляски тащить не охота. Там вроде как есть лесенка плавненькая, поэтому спустимся здесь, по крайней мере. Здесь, по крайней мере, тенечек. А здесь снова лестница. Видите? Я думаю, здесь какой-то будет плавный подъемчик, но нет. Настяка решила сама взять коляску, отдать номеру. А что, отлегчить коляск? Тащи-тащи. Это непросто. Но у нас получится. Тут хорошая такая лавочка, где есть тенек. Мы немножко отдохнем и опять в горку пойдем. И опять гулять. Да, на самом деле, Беларусь встретилась классной погодой. Вообще нет облачков. Ну так, чуть-чуть прям, но они точно не над нами, они где-то мимо проходят. Жарко. Смотри, какая красота. На самом деле, мы это сделали. Мы поднялись по огромному количеству тренингов. Сейчас наша миссия уложить Мирончика, чтобы он спал. И продолжим дальше гулять. Как вы поняли, миссия провалена. Да, Мирон? Надо спать ложиться. Да? Давно уже. Ну пойдемте тогда на смотровую. Здесь стоит вот такой вот памятник. Патриарх Олексий II. Олексий II, наверное, вот так правильно будет. Стоит крест, собственно, который мы видели снизу. Так, что у нас тут написано? Крест преподобный не в России и Полоцкой. Установленный и освящен митрополитом, филастовом, патриархом. Как же все нечитабельно. Сделали, конечно, на табличке. Ничего не видно. И вот, смотрите, какие виды открываются. На реку, на драмтеатр, и на набережную. На мост. И на мост, да. А вот здесь вот, посмотрите, это где лесенки. Какой открывается вид отсюда. Посмотрите, сколько мы пошли. Это вон вдалеке виднеется колесо обозрения. Вот эти три штыря. Прикиньте, как мы далеко ушагали. Вот они, ступенечки. Ух! Вообще. Да, вот это нам обратно чесать. Здесь вот уже архитектура. Очень-очень красивая. Витебская духовная семинария. Публичная библиотека здесь находится. Смотрите, какая красота здесь. Можно заехать на машине. Я думаю, что вот где-то тут хотелось бы, конечно, переночевать нам. Но посмотрим чуть позже, так что не переключайтесь. Ну вот, если от собора пройти чуть дальше, посмотрите, какую-то классную улочку попадаем. Здесь вечерочком все подсвечивается. Ой, как тут красиво. Смотрите, краца та. Есть, естественно, памятники. Федор Махнов, витебский великан. Самый высокий человек, ростом 285 сантиметров. Представляете, это, видимо, памятник, прям вот как он был. Такой вот росток. Идем дальше. Архитектура красивая, гирляндики. Здесь вечером все подсвечивается. Но посмотрите, как здесь спокойно, как здесь малолюдно и как здесь вообще пусто. Обалдеть. Слушайте, я даже не ожидал, я все равно думал, что люди будут гулять. Куда все уехали? Где все люди? Жарко. Возможно, то, что жарко, но тем не менее, если вы местный, почему вы здесь не гуляете? Так у вас здесь уютно, а вы где куда-то спрятались. Конечно, безумно интересно, почему здесь все вот так вот максимально спокойно, но с другой стороны, в этом есть, конечно, какой-то свой кайф, потому что ты можешь походить вот так вот и понаслаждаться. у нас, например, в Москве либо в Петербурге вот по таким улочкам ты не похож. Это же в Смоленске вот мы были и там многолюдно, а здесь пустота. Вот посмотрите, вдаль, вдаль пусто. Еще мне нравятся очень вот такие вот парадные, видите, прям шикс, из подъезда вышел, да, и все, и ты вот тут на этой интереснейшей улице. Кстати, это улица Суворова. Здесь ориентир, кто поедет, также путешествовать. Вот здесь вот можно погулять атмосферно, вечерочком, здесь будет красота. Я все хожу, читаю по-русски и по-белорусски, как смотрите, кафедра русского языка, как иностранного, а по-белорусски читается кафедра русской мовы, як замежнай. Во, надеюсь, я правильно прочитал. Мы сейчас идем вот вдоль сквера, очень красивый, такой весь, такой, знаете, теневой, там Настенька укладывает Мирона, там вот висит доска почета, а с этой стороны посмотрите, какая красивая здесь филармония. Ой, как здорово, и архитектура, и архитектура, ребята. Магазин Мембля, не знаю, что это такое, Мембля. Там же площадь, там же Ленин, звезда каждого города, пипи по пути, журнальный киоск, троллейбусы. Как вы думаете, мы победили Мирончика? Это, пожалуй, самая главная улица в городе, это улица Ленина. Здесь сразу бросился в глаза вот такой вот магазин, называется Мяско Вит, номер один, это Витебский мясокомбинат. Если мы здесь были бы подольше, то, то, наверное, мы бы купили бы там Мяско, шашлычок какой-нибудь. Мы и пошли в магазин. В магазине покажу немножко цен, ну, такие стандартные, типа, кола, 2, 32 рубля. Так, винишко какое-то, 15, 10, 12, всякие разные цены. Так, что у нас еще тут есть такое нужное? Так, ценники на памперсы. Ну, вот, пожалуйста, смотрите. грубо говоря, на 23 умножайте, либо на 25. Влажные салфетки. Вот, пожалуйста, цены. Я взял вот эти вот за 5, 25, они будут 7,49 стоить, потому что типа фтовый магазин, но пачка большая. Рогачевка 2,58 стоит. Вот цена за туалетную бумагу, например. Вот мы вот такую взяли за почти 3 рубля. Вот цена на порошки, смотрите. Вот мы, например, берем обычный вот такой вот. Ну, касается такой маленький, дорого. Дорого? Ну, вообще дорого. мы когда в Турции жили, переводили все вот лиры получается в рубли, такие, вау, как дешево, как дешево, а здесь как-то получается-то и нет, все как-то ну, вровень получается, ну, грубо говоря, то же самое. А еще очень сильно бросается в глаза это то, что Витебск очень и очень чистый город. Я вам даже покажу, посмотрите, улочка, вот вы вообще взглядом даже не поймаете ни одной бумажечки, ни одной. Посмотрите, какая чистота. Максимально приятно гулять, конечно, по таким городам. Вот прям респект. И вот наконец-то мы дошли до ратуши Витебска. И да, ее вообще многие советуют посетить. Как ориентир, вот тут вот установлен памятник великану, вот прям этих деревьев, а вот она ратуша. Да, время, кстати, 35 минут 8-го показывает совершенно правильно. Посмотрите, какой здесь, кстати, сквер. Мы как-то его мимо так проскочили и не заметили. А вот сейчас туда пойдем. Книжный магазин Книжины Ля Ратуши. Вот. Ну, либо Ратуши, как правильно читается, я не знаю. Здесь вот вроде какая-то должна быть смотровая площадка, но ее нету. Вот еще собор. который я тоже вам уже показывал. Центр просто невероятный. А здесь музей находится. Часы работы с 10.00 до 19.00. Да, клумбы. Мне вообще, кстати, здесь очень понравились. Клумбы, как они красиво высажены. Насыщенно, очень насыщенный, конечно, запах потрясающий. вот так. Вот это нам повезло оказаться здесь, под колоколой. Класс. Ну и счастливчики, 100%. смотрите, какая красота. Смотрите, какая красота. улица Толстого туда уходит. Вы слушайте, вообще, как здесь классно. Вот я говорю, сколько иду. Ни бумажечек, ни какашечек, ничего нету. Здесь же кафе, князь, 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 какой-то князь, в общем. Не понимаю, по какой. Великий князь Альгерт. Надеюсь, правильно прочитал. 1296 год, 1377. Да, нас в последнее время мотает по местам такой истории древней. Видите, как смотрится. Как потрясающе все смотрится, ребятки. Вот она еще набережная реки. Там вот арт-объект прям. Немножко спустимся. На закате уже все такое. Смотрите, какой красивый сквер мы еще попали. Здесь летний амфитеатр есть, музеи, очень много клумб. Вот такой вот красивый рояль. И самое, что мне понравилось, это глобус. Его было видно издалека. Я говорю, пойдем подойдем. Посмотри, как красиво. Да, он сделан в виде планеты. И вот типа где-то здесь, да, вроде правильно, как сердечком. Это здесь находится Витебск. Ну, красиво вообще. видишь, как красота. В первый раз видишь такой глобус. А вот он, собственно, отсюда можно посмотреть. Здесь прям такая образуется смотровая площадка. Можно спуститься даже вниз погулять. Вот, пожалуй, амфитеатр под крышей. Пророка детских машинок. Но почему-то очень пусто. Как вам? Вот сколько камер вожу, прям замечаете, что нет мусора нигде. Даже какие-то, вот, пожалуйста, вот такие палаточки. Видите? нигде не на мусоре. А еще, посмотрите, здесь сделаны вот такие торговые центры. Их три или две башни. Вот такие, как египетские пирамиды треугольником. Это называется Марка-сити. Видимо, какой-то торговый центр. Но мы вовнутрь заходить не будем. Уже нужно выдвигаться к машине, искать место для ночевки. Выглядит интересно. Мы уже дошли до самого начала улицы Ленина. Здесь уже начинается дом седьмой. А я хочу вам показать, какая красота открывается сверху. Смотрите, как высоко мы забрались. Блин, здесь еще вечером, небось, так красиво все так подсвечивается, когда темно. Да, красивый городок. Мы решили вернуться к Макдаку здесь. Недалеко от Макдака, ну, прям рядышком есть тоже такая спокойная парковка. И здесь заночуем. Но единственное, что у нас, идем маленький спать, ходить. Видите, у нас какой красивый закат. Сейчас единственное, дойдем в магазин, купим молочко. Возможно, что-то возьмем перекусить и все, сразу ляжем спать. Кстати, зашли в магазин, еще покажу цену. У меня огурцы 2,57, перцы 3,49, 2 рубля, кабачки, 8 рублей баклажаны. Так, картошка, морковка 2,86. Немножко покажу вот тут, что есть. Оливки 4,15. Например, твиксы 1,19 копеек стоит сникерс большой, 2,29. Кофе, например, вот такое 11, это 14, якобс 10,19. Вот такое по 13, лаваза, вот такое вот 13, масло растительное 6,84, такое 6,69, такое 6,32, белорусское 7,19, 7,35. Дошик, Дошик стоит 3,35. Биг Ланч, вот такой вот, например, 2,99, такой 4,39. Макароны 3,99 барила, так, ну какие такие, вот, например, 4,29, яйца, смотрите, 2,53, ну в принципе они все, ну вот типа 3 есть, а вот вообще за 4, 4,09 стоят яйца. Так, крупы, рис 4,66, 4,29, гречка, есть гречка за 5,53, горох 2,19, пшено 1,35, по, например, белорусское вот такое полтора литра 2,37 стоит. Здесь огромный выбор рыбы, окунь, форели, трескать, это что такое, пикша, скумбрия, что только нету вообще, весь прилавок. А еще в Беларуси пишется две цены, первая цена за штуку, а вторая за килограмм, что, конечно, очень сильно бросается. наш душ, который очень нам помогает, сразу достали, здесь вот так вот все разложили, купили цельную курицу, так, надо насенка выключать, ох, не туда, сейчас попьем чай, курицу и будем укладывать, кстати, на этом месте есть минус, потому что поезда ходят. когда нет возможности поставить стол, ну, например, как сейчас, да, мы стоим, это так как бы классно все, наша машина нас выручает, потому что у нас мультивэн, вот так вот, столик разложили, видите, и все, и будем ужинать, садиться. О-о-о, и вечер не видим, вас приветствуем. Ну, погнали на прогулку. Какой красивый он, да? Да. Да, здесь днем совершенно другая атмосфера, вы сами, я думаю, уже можете понять. Ну, вот, покажу вам сейчас, как здесь вечером, на самом деле, мы очень хотели здесь вечером погулять, и вот так получили, что пока поели, пока попили, пока постелили, и сейчас попадаем в эту красоту. Здесь есть лавочка, просто невероятно магическая, никогда на коне видел. В общем, здесь вот так вот крутишь, его Настяка показывает как раз, крутишь и собираешь рисунки, всего здесь три рисунка, то есть каждый вот это вот, это треугольник, вот, и можно собрать, вот, например, подожди, вот видите, соединение, хлоп, дальше хлоп, вот так вот. Я обожаю гулять, по таким улицам, особенно, когда подсвечивают фасады зданий. Хинкалочка какая-то грузинная, грузинская здесь. Мир, 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 привет! Да, очень, очень, очень классно. Если вдруг будете в Витебске, обязательно погуляйте здесь, ребятки, и днем, и вечером, так же, как делаем это мы. Здесь так же продолжается пешеходная, вон та, дальше уже не подсвечивается почему-то, а здесь еще есть немножечко. Еще хочу вам показать вот здесь такое кафе, Jazz Bass Cafe, в виде автобусов, просто, получается, поставили басик, засветили его подсветочкой, и получился вот такой вот очень огненный объект. Смотрите, Моба, Моба 1. Ну, классно же. Посмотрите, сколько креатива в одном городе. И все это переплетается вот с такой вот с церквями, с радушей, обуцентной архитектурой. Кайф. Мои меня развели на зайти сюда, я в итоге говорю, давай посмотрим. Сейчас покажу вам внутри. Смотрите, как прикольно. Даже есть детская комната. Пацаны, нам вот такой надо в автодом. Да? А то мы на маленьком едем. Красиво. Классно? Так. Да, здорово. Так, смотрите, мы постелились, мы повесили здесь вот эту скотерочку идеально. Здесь у нас, смотрите, какая красота, огромнейшая кровать, туалет. Вот, такие у нас хоромы и, главное, вид на весь город. Ну и, собственно, ночевать мы будем прямо под ножья этого собора. На этом мы будем завершать этот видеоролик. я очень надеюсь, что вам понравился город Витебс, так же, как и нам. Пишите свои комментарии. Если не были в Беларуси, обязательно приезжайте. Дальше мы отправляемся в новый город. Завтра уже поедем. Ну, а вы вместе с нами смотрите, не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok